доброе утро коллеги я рада вас приветствовать мы давно с вами не общались прекрасная возможность я очень рада что она у нас сегодня есть этого возможность онлайн общения я приветствую всех кто сегодня с нами с компанией корнеаль сразу хочу порадовать вас сегодняшнее кодовое слово волшебное слово нашей встречи весна и хотя за окном не совсем весенняя погода но нашим участникам компания дает возможность используя это слово весна получить дополнительную скидку на препараты австрийской фармацевтической компании крома коллеги я прошу подтвердить вас что у меня слышно видно что мы можем начинать я надеюсь что наше общение пройдет сегодня продуктивно и достаточно интересно я предлагаю вам следующий формат готова познакомить вас со своим впечатлением со своими наблюдениями поделиться с вами своим опытом поскольку он не маленький и я с компанией крома вот уже около 15 лет сотрудничаю поэтому готова поделиться с вами накопленным багажом готова поделиться впечатлением от новинок которые я протестировала у нас сегодня с вами будет возможность посмотреть все препараты коллекции принцесс в работе у нас будет видео мастер-класс и у нас будет возможность обсудить все вопросы которые может быть у вас уже возникли при работе с продукцией может быть они возникнут по ходу нашего сегодняшнего общения и в завершении семинара мы обязательно уделим достаточно времени чтобы все детально обсудить коллегиально может быть найти какое-то самое верное решение коллеги я уверена что успех в профессии это постоянное обучение это непрерывное развитие это обмен опытом обмен ошибками и я готова готова поделиться с вами своим опытом своим впечатлением и своими авторскими методиками и поскольку так сложилось что я являюсь независимым экспертом международным тренером я тестирую достаточно много препаратов я имею доступ к информации по продукции непосредственно от производителя и сегодня с удовольствием поделюсь с вами инструментами ключиками раскрою секретики которые позволят вам использовать препараты и удовлетворять потребности самых взыскательных и требовательных пациентов наших с вами пациентов итак сегодня мы поговорим о золотом стандарте компании крома о линейке на основе гиалуроновой кислоты это продукты для контурной пластики и также я с удовольствием поделюсь с вами новинкой своим впечатлением о новинке компания крома представила на рынке современные фармацевтические средства которых мне не хватало средства которые а пролонгируют эффект и эффект который мы даем инъекционными методиками средства продукты которыми пациент может пользоваться дома и продукты которые позволяют максимально раскрыть возможности использования гиалуроновой кислоты и так компания компания крома фармацевтическая компания крома имеет фундаментальные достижения и опыт в области медицинских исследований производства и высочайшего контроля качества медицинских изделий 45 лет опыта вот этот более чем 40-летний опыт производители инновационных вискоэластичных растворов гиалуроновой кислоты для офтальмологии ортопедии и для рынка эстетической медицины для меня как для практикующего врача очень важно когда я знакомлюсь брендом когда я рассказываю своему пациенту почему выбор именно этого продукта для меня важна история о производителя вот компания крома это австрийский фармацевтический концерн который начинал основан был в 1976 году это была аптека это была аптека в вене и на сегодняшний момент на сегодняшний момент продукцию компании крома бренд представлен вот со 76 года по 2022 год более чем в 70 странах и самый принцесс бренд принцесс о котором мы сегодня будем с вами говорить более 11 лет знают и используя своей работе очень большой круг специалистов самого высокого уровня основатели компании это тоже очень такой важная важная деталь которая для меня такая важная характеристика что герхард принц это отец это глава компании два его сына андреас как семейная компания означает высокое качество продукции этические стандарты мы постоянно бросаем вызов рынку чтобы обеспечить лучшие качества и самые безопасные продукты мы верим в индивидуальное и честное партнерство и стремимся врачам номер один выбор дать этот бренд то есть для специалистов самого высокого уровня самое высоко качественное сырье самые высококачественные продукты бренд на рынке более 45 лет история партнерство компании крома и компании корни аль карин и джерард принц основали компанию крома фарма вена австрия по лицензированию незарегистрированных в австрии медицинских препаратов 94 года они выступали как сертифика сертифицировали в качестве производителя медицинской продукции в тот же момент был основан и запущен завод по производству продуктов на основе гиалуроновой кислоты в 2000 году была запущена полностью автоматизированная линия по производству искусственных хрусталиков на основе гиалуроновой кислоты коллеги вот для меня эта информация она очень ценно и очень важно и это о многом говорит и характеризует продукт фармацевтическое производство фармацевтический контроль качество это история из клинической медицины это многолетний опыт исследований это научная работа изначально а вы знаете что рынок эстетической медицины он развивается где-то так активность 96 97 года компания крома с 1976 года ведет разработки научно-исследовательскую работу совершенствует формулу гиалуроновой кислоты и 2007 года это старт партнерство компании кроме компании corneal от себя могу добавить что я лично знакома с линейкой принцесса у где-то с 2006 года в тестовом режиме я работала с препаратами я изучала исследовала смотрела вы знаете у меня до этого был достаточный опыт использования гиалуроновой кислоты я давно занимаюсь инъекционными методиками но вот на тот момент когда я попробовала продукт для меня он показался невероятно деликатным комфортным и вы знаете вот мое первое впечатление оно осталось со мной до сих пор бренд принцесс вот это продукт компании крома это продукт до для самых требовательных и взыскательных клиентов для клиентов у которых изысканное чувство вкуса я не побоюсь таких высоких слов для пациентов которые привыкли выглядеть всегда великолепно прекрасно но которые не демонстрируют миру о том сколько они в себя инвестировали то есть это продукт для максимально естественной коррекции который позволяет сохранять индивидуальность и выглядеть всегда очень ухоженно красиво элегантно то есть наверное принцесс я вот должна это сказать не совсем вот для широкой аудитории то есть тот кто хочет чтобы было много видно то демонстрирует миру что он делает вот с тобой наверное это деликатность она будет не очень но уместно поэтому для меня это продукт для деликатной естественной очень такой интеллигентной тонкой изысканной работы очень важно когда выбираю продукт да я уже сказала вам я всегда уточняю я всегда очень требовательно потому что безопасность это превыше всего и для меня очень важно что полный контроль создание продукта у одного производителя то есть компания кроме фарма австрия производитель который полностью контролирует весь цикл создания своих коллекций это и коллекции для инъекционной медицины для эстетической медицины и вот эта новая линейка которую мы сегодня будем говорить уходовая линейка без инъекционная биоревитализация весь цикл создания продукта от исследования моделирования непосредственно создания препарата ретикуляции если это филеры очистки продукта упаковки продукта находится в одной локации под контролем одного производителя и повторю что с восемнадцатого года крома фарма запустила полностью автоматизированную производственную площадку это одна на сегодняшний день в европе это одна из самых современных производственных линий гиалуроновой кислоты в мире коллеги это очень важно качество продукта очень сильно страдает если сырье в одной локации препарат готовится в другой локации стерилизация упаковка третья локация конечная как бы вот отгрузка это четвертая локация поэтому очень важно что полностью автоматизированная производственная площадка весь цикл создания продукта находится под контролем одного производителя процессе многолетних исследований как я уже сказала компания крома это очень мощная научно производственная исследовательская база с 1976 года идут исследования и совершенствование структурной формулы гиалуроновой кислоты и не компания крома в результате многолетних исследований разработала уникальную формулу smart формулу ретикуляции гиалуроновой кислоты формулу которая позволяет получать монофазные супер пластичные гели три ключевых основных принципа производства автоматизация стабильность безопасность автоматическая система управления технологическими процессами сводит к минимум влияние человека это тоже очень важно и это тоже очень существенно влияет на качество продукта которому вы отдаете предпочтение всегда первый вопрос который я задаю когда знакомлюсь с препаратом история производителя история производства цикл создания он в одном находится под контролем одного производителя или нет это очень важная информация которая говорит вам о безопасности позволит вам выбрать и предложить вашим клиентам лучшее так я была на производстве у меня была такая возможность я непосредственно видела весь этот достаточно сложный технологический процесс и для меня очень важно что все продукты проходит фарм тестирования и так мы с вами начнем кто-то уже знаком с принцесс потому что ну с 2007 года сейчас двадцать второй год это достаточно длительный период кто-то проходил обучение у нас компании этому кому-то просто вот кто-то вспомнит какие-то знания свои до свежит и кто-то может быть сегодня впервые с нами поэтому я позволю себе остановиться чуть подробнее мы будем разбирать сейчас коллекцию для контурной пластики это принцесс филлер принцесс волиум и продукты для биоревитализации принцесс рич два продукта принцесс филлер принцесс волиум а продукты которые в своем составе содержит гиалуроновую кислоту и она стабилизирована ретикулирована при помощи смарт-технологии технологии ретикуляции от компании крома и эта технология она обеспечивает супер пластичное распределение в тканях продукта последовательно гидроссматическую волиумизацию продукта и динамическое распределение вот это основные характеристики когда меня просят сравнить принцесс на что на какой препарат для контурной пластики он похож чем его можно сравнить коллеги не в самом начале я вот не нашла аналогов не использую уже вот на протяжении практически 14 лет аналогичного продукта нет вот это супер пластичное последовательное гидроссматическое распределение межконевом пространстве дает нам совершенно невероятную уникальную особенность и возможность вводить в одну сессию препарат на разные уровни и мы чуть дальше подробнее об этом разберем и на видео уроки я постараюсь это все вам продемонстрировать что же такое смарт-технология что такое смарт-технологии это технологии супер пластичной монофазной ретикуляции то есть у каждого бренда есть свои особенности своим технические аспекты которые позволяют создавать продукты которые используются для определенных локаций губы скулы продукты для решения определенных задач вот компания крома фармацевтическая фармацевтическая актриская компания крома разработала создала технологию супер пластичной ретикуляции гиалуроновой кислоты технология смарт что это такое supreme on a pass articular technology что это такое это достаточно длительный технологический процесс стабилизации гиалуроновой кислоты первый этап первый смарт-технологии это точное линейное выстраивание молекул гиалуроновой кислоты по отношению друг к другу молекулу гиалуроновой кислоты и филлер и волиум концентрация гиалуроновой кислоты 23 миллиграмма состав входит гиалуроновая кислота биосинтетического происхождения это более качественно это оптимально для организма человека поэтому 23 миллиграмма гиалуроновой кислоты первый этап как вы видите на слайде этапа выстраивания молекул точная последовательная по отношению друг к другу линейное выстраивание молекул гиалуроновой кислоты на втором этапе смарт-технологии добавляется к гиалуроновой кислоте добавляется ретикулирующий агент в данном случае это бдд е вот и глицериновый эфир и ретикулирующий агент сшивают молекулы гиалуроновой кислоты друг с другом образуются поперечные связи линейные цепи гиалуроновой кислоты молекулы которые расположились линейно по отношению друг другу при помощи ретикулирующего агента сшиваются и образуется линейное сшитое многомерная сетчатая структура третий этап смарт-технологии вот наверное третий этап это как раз самый такой ключевой момент который отличает продукт который ретикулирован в дд е потому что вы знаете во многих продуктах ретикулирующий агент это будут и глицериновый эфир но сравнивая препараты мы понимаем что они разные вот этап третий этап смарт-технологии этап гомогенизации это этап оптимизации вискоэластичных свойств связи которые расположены между молекулами гиалуроновой кислоты связи которые образовались вот эти перемычки которые образовались при помощи бутодиодок лицеринового эфира то есть каждая молекула гиалуроновой кислоты сшита бутодиодок лицериновым эфиром и третий этап происходит оптимизация вискоэластичных свойств этих связи это длительный технический процесс центрифугирования вымешивания который приводит к тому что связи между молекулами они сжимаются то есть по факту по окончанию по завершению третьего этапа этапа гомогенизации мы имеем однородную гомогенную структуру состоящую из гиалуроновой кислоты и каждая молекула она шита друг с другом вот этой связью которая как пружинка сцеплена сцепливает от молекулу друг между собой однородная гомогенная масса вся гиалуроновая кислота она шита свободных связей нет а это означает что нет благоприятных условий для дополнительного притягивания молекул воды поэтому когда говорят что вся гиалуронка спустя какое-то время притягивает воду увеличивается в объеме нет далеко не вся зависимости от того как она шита каким способом шиты сцеплены скреплены молекулы если есть свободные связи конечно будет притягивается дополнительно вода и продукт будет увеличиваться в объеме до 10 30 процентов принцесс не имеет свободных связей соответственно вот этой опции а мне эта опция в практике вы знаете очень мешает она не нужна мне это опция я хочу иметь продукт который позволяет мне сразу вот эти сняв перчатки после процедуры сказать пациенту уйдет посттравматический отек и вот результат он не будет больше мне не нужно непонятной истории я хочу отправлять пациента уже окончательным результатом и принцесс дает такую возможность то есть после проведения процедуры препарат не притягивает воду и я не даю пациенту как бы рекомендацию что через какое-то время препарат может изменить объем может немножечко когда сместиться здесь этого нет и это очень важно еще с той точки зрения что зоны применения препараты которые притягивают воду недопустимо вводить в орбитальную зону носослезная борозда пальпибромолярная борозда срединно-щечная борозда то есть здесь нужно продукты которые деликатно корректируют эту зону но продукты которые не будут дополнительно усиливать гидротацию этой зоны и принцесс прекрасный выбор потому что оптимизированы связи таким образом что свободных связей нет три этапа точное линейное выстраивание молекул гиалуроновой кислоты добавление бдд который ретикулирует сшивает стабилизирует манекулы и третий этап оптимизация виско эластичных свойств вот этих связей которые дают нам бдд позволяют получить нам монофазный супер пластичный гель очень гомогенный очень деликатный который обладает следующими преимуществами мы сейчас сейчас к этому вернемся мы закончим с этапами четвертый этап это очень важный момент когда вы знакомитесь с препаратом я надеюсь вы всегда внимательно читаете все от первого до последнего листка сопроводительного документа потому что важно знать о производителе важно знать сырье важно знать концентрацию важно знать ретикулирующий агент но еще и очень важно знать если мы говорим безопасность безопасность и еще раз безопасность для наших пациентов это приоритет нашей работе мы должны знать насколько очищен готовый продукт насколько качественно удалены из продукта нежелательные компоненты и вы видите что четвертый этап процесс очищения он гарантирует удаление из геля всех нежелательных компонентов и остаточное содержание бутатиолозоглицеринового эфира которая у нас остается после ретикуляции она меньше разрешенного это менее двух частей и пятый этап smart технологии это удаление из готового продукта из структура готового продукта удаления кислорода отсутствие кислорода в готовом продукте это гарантия отсутствия окисления вы знаете что кислород это окислительно-востоятельный процесс окислительно-востоятельная реакция поэтому отсутствие кислорода гарантирует нам отсутствие окисления в готовом продукте и так преимущество филлеров филеров, преимущества продуктов компании Крома, продуктов, которые ретикулированы, продуктов на основе гиалуроновой кислоты, которые ретикулированы при помощи смарт-технологии. Это система последовательного гидроосматического распределения, это система суперпластичного заполнения межтканевого пространства, это система универсальной реконструкции тканей и это система интеллект-распознавания структуры межклеточного пространства. Четыре основных преимущества продуктов, которые ретикулированы смарт-умной технологией. Система последовательного гидроосматического распределения, система суперпластичного заполнения, система универсальной реконструкции ткани и система интеллект-распознавания структур межклеточного пространства. Что нам дает вот эти преимущества, что они нам дают, о каком результате вы можете говорить с пациентом? Ну, прежде всего, продукт очень комфортный, очень пластичный, так как эти четыре преимущества обеспечивают нам суперфизиологичное распределение и взаимодействие с тканевыми структурами. Не зная этих особенностей, я иногда слышала от коллег, что принцесс какой-то такой неконкретный препарат, его нельзя пропальпировать, его нельзя, вот он не стоит в зоне, где был уведен. Дорогие мои, это огромное преимущество, это достижение, это гордость, это то, что дает нам смарт-технология, что продукт настолько пластичный, настолько физиологично взаимодействует с тканевыми структурами, что он встраивается в тканевое пространство, и вы не можете его пропальпировать, он не плотный, он не жесткий, он в зоне введения продукта всегда будет, пальпаторно, состояние достаточно пластичный тонус, плотность тканей, но жесткости не будет, а соответственно не будет процессов ишемии, не будет в дальнейшем проблем с образованием фиброза. Нередко в зоне, где введены плотные продукты с высокой концентрацией, с высокой степенью ретикуляции, отдаленно мы наблюдаем процессы ишемизации, процессы образования фиброза и даже, в общем-то, некрозы ткани. Поэтому от того, что у нас есть эти четыре преимущества, которые дает нам смарт-технология, продукт очень физиологично взаимодействует с тканевыми структурами. Деликатное распределение в тканях после введения препарата достаточно небольшой пальпаторный контроль, но никакого разминания, выкладывания продукта не требуется. Продукт заполняет межтканевое пространство в соответствии с его плотностью. Отсутствие контурирования. Это очень важно, когда мы корректируем такие зоны, как орбитальная зона гусиные лапки, где нам нужно, где нет достаточно под кожу жировой клетчатки, где кожа тонкая и очень важно не допустить, то есть проработать зону, но не допустить контурирование препарата. Очень важна зона кесетные борщины, контур губ, там, где поверхностные заломы, их очень много, и если продукт достаточно жесткий, плотный, не пластичный, он обязательно даст нам контурирование, которое решается, конечно, путем введения гиалуронидаза, проблема это решается, но все-таки надо выбирать инструменты и продукты, которые в этих деликатных зонах позволят работать очень-очень поверхностно. Возможность применения одного препарата для коррекции всех видов дефицита объема. То есть, смотрите, вы, делая выбор в пользу принцесса, я имею возможность дать пациенту результат на нескольких участках, на нескольких зонах, то есть продукт филлер это не продукт для борщин, а продукт принцесс волюм это не продукт для объема. Мы дальше поговорим с вами, как их можно сочетать, куда, какой лучше продукт, предпочтительнее вводить, но возможность выбрать препарат и проработать им одномоментно сразу несколько запросов вашего пациента. И вы знаете, коллеги, чем больше я работаю, чем дольше я работаю, тем я больше убеждаюсь и прихожу к выводу, что надо смотреть общую картину. Недостаточно сделать скулы, недостаточно сделать губы, недостаточно сделать только межбровную зону, то есть на фоне коррекции, на фоне результата, который вы получаете, все другие нюансы, они начинают о себе заявлять, демонстрировать как бы себя более ярко. Поэтому, когда у меня есть инструмент, которым я могу деликатно поднять барионеточную линию, проработать зону усталости, орбитальную зону и чуть-чуть добавить объем верхней или нижней губы, то есть у меня есть инструмент, который позволяет изменить впечатление о лице в целом. Я считаю, что это огромное преимущество. Мы недавно с коллегами спорили, что я сказала такую фразу, моя профессия – это возможность изменить, создать иллюзию. И это так. Это творчество отчасти, да, но это так. Потому что, когда у меня такие прекрасные инструменты, которые помогают мне дать моему пациенту убрать с его лица уставшее, унылое выражение и придать, знаете, чуть-чуть объем, чуть-чуть акцент, меняется впечатление в целом. Любая другая линейка, любые другие препараты намного, ну, как минимум увеличивают себестоимость. То есть если мне нужен один препарат для губ, если мне нужен один препарат для скул, если мне нужен один препарат для орбитальной зоны, то есть себестоимость трех позиций уже, вы понимаете, насколько она возрастает. Принцесс – вот это смарт-технология. Эти четыре преимущества, о которых я вам рассказываю, они дают возможность использовать, применять один продукт на разных уровнях в одну сессию. И производитель гарантирует нам физиологичное, деликатное распределение препаратов тканей и отсутствие контурирования. Очень важный момент. Смарт-технология дает нам структурную адаптацию к любому дермальному слою. И это то, о чем вот сейчас я с вами говорила, то, о чем я делилась. Я имею возможность, работая этим препаратом, на разных уровнях выполнять разными инструментами. Это может быть игла, это может быть супропериостальна, это может быть конюля, это может быть глубоко подкожно-жировой уровень, и это может быть тонкие заломы, кисетные морщины. Технология смарт позволяет мне работать на разных уровнях, и продукт безопасно адаптируется к любому дермальному слою. Немножко о технических моментах, которые тоже очень приятны. Специально созданный шприц для безопасности и комфорта компания Крома разработала стеклянный шприц для повышения безопасности, для удобства, для комфорта использования. Градуировка на поршни помогает контролировать расход материала. Очень такая, знаете, динамическая подача продукта, очень хорошие иглы, которые идут в комплекте, позволяют выполнять процедуру. То есть собрав правильно шприц, проконтролировав это, процедура проходит очень спокойно, очень комфортно. И поскольку гиалуроновая кислота высочайшего, высочайшей степени очистки сырье, из которого изготовлены препараты, при введении, вот удобно шприц ложится в руку, при введении пациент не испытывает неприятных ощущений, ни механических от ваших действий, ни субъективных при введении препарата непосредственно в ткани, то есть распирания, пощипывания, то есть каких-то местных реакций на введение в моей практике не было. И сейчас мы с вами более подробно. Я познакомлю вас с линейкой принцесс. На сегодняшний день это три позиции. Это принцесс Рич, это принцесс Филлер и принцесс Волюм. В ближайшее время продукт находится уже в стадии тестирования. Он создан. Это филлер с лидокаином и это Волюм с лидокаином. То есть два продукта, которые мы ожидаем в самое ближайшее время. Очень бегло по характеристикам и дальше мы подробнее с вами разберем. Биоревитализация. Вы знаете, что недостаточно заполнить морщины, наполнить объемы. Если кожа дегидратирована, обезвожена, если тусклый цвет, если есть тони, дряблость, невозможно создать суперэффект. Невозможно кожу сделать эстетичной и привлекательной. Поэтому поддерживающая терапия, она важна. И для поддерживающей терапии был создан препарат принцесс Рич. Продукт, который был разработан для биоревитализации. Вы знаете, что биоревитализация это терапия, которая позволяет поддерживать пролитеративную активность фибробластов. Фибробласты, клетки, которые вырабатывают у нас киалуроновую кислоту где-то до возраста 28-30 лет и дальше. Если нет абсолютных противопоказаний у пациента, то любой может быть рекомендован к этой поддерживающей терапии. Биоревитализация. Это как раз то, что позволяет сохранить, то, что позволяет поддержать ткани и позволяет, наверное, немножко отсрочить введение филеров. То есть биоревитализация это поддерживающая терапия. Мы подробнее дальше разберем. С вами и на видеоуроке у нас будет этот продемонстрирован препарат. Забегая вперед, буквально одну характеристику, которая, вот вы видите здесь, 18 мг гиалуроновой кислоты, это достаточно высокая цифра, достаточно высокая концентрация. То, что вырабатывается у нас в организме, это 20 мг. Поэтому здесь, делая выбор в пользу этого препарата, мы максимально сокращаем сроки насыщения, потому что концентрация, она близка к физиологичной концентрации. Плюс еще в состав входит глицерол, и он дает нам более длительную гидростабилизацию зоны. Но чуть подробнее мы об этом с вами поговорим. Препарат для контурной пластики «Принцесс Филлер». 23 мг гиалуроновая кислота, 1 мл объем шприца. Уровни введения, как дает производитель, вы видите, средняя и глубокая дерма. Но я обещала вам поделиться информацией, которая закрытая, скажем так. Поэтому, разбирая этот препарат, я сделаю акценты, какие зоны преимущественно для этого препарата. Что более выигрышно, он позволяет скорректировать. И «Принцесс Волюм». Но сразу хочу вам сказать, коллеги, не разделяйте эти два препарата, что «Филлер» – это морщины, а «Волюм» – от слова «объем» – это наполнение. Вот немножко не так, немножко нестандартно, шире, интереснее. Возможность использовать эти препараты на разных уровнях, вот то, что подробно мы с вами разобрали, «Смарт» – прекрасно адаптируется, «Волюм» и поверхностно, и очень интересно работает «Филлер» на глубоком уровне. Я об этом чуть позже с вами, мы это обсудим. «Волюм» – 23 миллиграмма. Также, вы знаете, 23 миллиграмма – оптимальная такая вот цифра. Это и не много, и не мало. Вот еще раз напоминаю, 20 – это то, что оптимально физиологично, это то, что в организме у нас вырабатывается, индуцируется фибробластом. Поэтому, если выше уходить, цифры смотреть, то, соответственно, вы понимаете, филлеры потребуются больше ретикулирующего агента, бутудиодоглицеринового эфира, все-таки это достаточно токсичное вещество, и продукт будет и уже немножко агрессивнее. Поэтому невысокая концентрация, даже не то, что невысокая, она оптимально комфортна и физиологична – 23 миллиграмма и филлер, и волюм. Итак, РИЧ – это поверхностное введение, это биоревитализация, филлер – это дерма, а волюм – это более глубокий уровень. Это как бы такая стандартная характеристика, но мы разберем с вами возможности, которые будете знать, использовать только вы. Итак, биоревитализация. Принцесс РИЧ. 18 миллиграмм гиалуроновой кислоты, и в состав входит глицерол 1 миллилитр в шприце, объем 1 миллилитра. Препарат используется в область лица, в область шеи, в область декольте, кисти рук, любая зона, где требуется стимуляция, пролиферация фибробластов. Вы знаете, что фибробласты, уровень их, как бы, локация их расположения – это дерма, глубина 2-3 миллиметра. Поэтому продукт, принцесс РИЧ, его классическое введение, классическое применение – это дерма 2-3 миллиметра. Техника микропапульная, либо макропапульная, либо точечно-капельная. На видеоуроке я продемонстрирую это и покажу интервал расстояния, как правильно вводить иглу, поделюсь секретиками, как максимально не потерять препарат, потому что если правильно выполнять, биоревитаризацию 1 миллилитра должно хватить, чтобы проработать лицо и частично зону шеи. Некоторых косметологов это удивляет, но это так. Если у вас в практике не бывали случаи, когда 1 миллилитра вам не хватило, было недостаточно, значит, что-то не так. Либо вы теряете много препарата, либо вы делаете слишком большие папулы, вы допонируете много гиалуроновой кислоты. Итак, Принцесс Рич, 18 миллиграмм гиалуроновой кислоты и глицерол. Глицерол, который дает длительную гидростабилизацию зоны. Он обеспечивает максимально благоприятные условия для прореферативной активности фибробластов, улучшает процесс тканевого ремоделирования и значительно улучшает, усиливает гидротацию зоны. Клинически мы отмечаем разглаживание микрорельефа, эффект легкой волюмизации, улучшение качественных показателей кожи в зоне коррекции тонус, тургор и эластичность. Минимальное количество – это две процедуры. Когда мы говорим биоревитализация, всегда вы должны поставить в известность пациента. Повторить через две недели. То есть минимум две с интервалом две недели. Номером, количество, сколько назначить. Невозможно на консультации определить количество предполагаемого повтора введения гиалуроновой кислоты. Вам в помощь я бы рекомендовала следующее. Всегда задайте вопрос перед процедурой. Вопрос пациенту. Как долго у вас держались папулы? В обычном, в нормальном режиме это 2-3 дня. Если пациент говорит, что к окончанию первых суток уже папулы все исчезли, рассосались, это значит уровень дефицита высокий. И это показания к тому, чтобы повторить. Поэтому биоревитализация – это минимум две процедуры с интервалом две недели. Техника микропапульная, макропапульная, точечно-капельная в зависимости от локации и от состояния кожи. Количество процедур определяется также состоянием кожи. Принцесс-филер и принцесс-волюм – продукты для контурной пластики. Принцесс-филер – это коррекция поверхностных заломов, это коррекция заломов среднего уровня, то есть поверхностные заломы – это кисетные морщины, это гусиные лапки, это морщины после ботулинотерапии, те, которые остаются, это контур губ, это углы губ, это может быть объем губ, это продукт выбора. 23 мг гиалуроновая кислота – это продукт выбора для коррекции деформационно-гравитационного птоза. Филер, он более структурированный, он более четкий, он более такой, дает детальную коррекцию, в отличие от продукта волюма, о котором мы будем чуть позже говорить. Поэтому для коррекции деформационно-гравитационного птоза, когда мы говорим, мы выбираем инструмент конюлю и армируем техника векторного лифтинга, техника трассирования параллельного, когда мы создаем каркас, мы прошиваем глубокие ткани, это выбор в пользу филера. Филер даст нам более прочную, сформирует более прочный каркас, более прочную сетку и позволит дать тканям более надежную опору. Принцесс филер лидокаин, продукт, в состав которого входит лидокаин, продукт, который делает процедуру более комфортной, более терпимой, ни для кого не секрет, и когда приходят пациенты и спрашивают, это больно, конечно, это больно. Поэтому филер лидокаин сделает процедуру, наверное, более такой вот, ну, деликатной, менее болезненной, но здесь очень важно не пропустить и собрать аллергоанамнез, задать вопрос о том, нет ли аллергических реакций на какие-то препараты. Принцесс волюм, да, производитель дает нам увеличение объемов, но, но, прекрасно препарат ведет себя, коррекция заломов среднего уровня, носогубная складка, марионеточная линия, объем губ, смягчить губоподбородочную линию и не утяжелить нижнюю треть лица при этом, да, деформационный птоз у нас идет смещение поверхностных жировых компартментов и в средней трети, в нижнюю треть. И укреплять мы будем, как уже мы с вами проговорили при помощи конюли филером, а вот гармонизировать объемы мы можем волюм. 23 миллиграмма, достаточно пластичный гель, очень приятный продукт, который при введении очень деликатно заполняет межтканевое пространство, очень нравится мне для коррекции зоны губоподбородочной, коррекция брыли, так называемых, очень хорошо нивелирует овал лица, не утяжеляя, деликатно позволяет линию сделать, линию контура лица сделать более плавной, менее выразительной. Прекрасно препарат идет для коррекции височной зоны, прекрасно препарат работает в преаурикулярной зоне, мочки ушей, когда мы говорим пациенты, которые приходят к нам для увеличения объема скул, если это пациенты, которые не имеют признаков деформационного птоза, волюм прекрасно дополняет, волюмизирует, дополняет объем и очень естественно подчеркивает, делает акцент в зоне скуловой области, как бы подчеркивает скуловую область. Если это пациенты возрастные, у которых есть уже фрагментарность, есть смещение поверхностных жировых компартментов, тогда первым этапом все-таки правильнее это армирование каркас-филет, а вторым этапом, чтобы не утяжелить, мы делаем выбор в пользу продукта волюм и вторым этапом волюмизируем зону принцесс-волюмом. Продукты прекрасно сочетаются в одну сессию и филлер, и волюм, то есть мы можем сразу делать и армирование, и волюмизацию зоны. Принцесс-волюм лидокаин, это те же 23 миллиграмма гиалуроновой кислоты, препарат, в состав которого входит добавлен лидокаин, и препарат, который позволяет дать процедуре немножко такой вот более мягкий формат. Но опять же, еще раз я повторюсь, аллергоанамнез вы должны внимательно собирать. Итак, зоны применения. Еще раз повторюсь, принцесс-рич – это биоревитализация, принцесс-рич – это биоревитализация, это улучшение структуры, поверхностной структуры качества кожи, это стимуляция пролиферации фибробластов, это дерма, глубина 2-3 миллиметра, это лоб, это орбита, это средняя треть, это нижняя треть лица, это область шеи, это область декольте, это кисти рук. Продукт для интрадермального ведения. Принцесс-филлер – продукт, который прекрасно подходит для заполнения морщин, продукт, который прекрасно корректирует контур губ, колонны фильтрума, арку купидона, который дает дополнительный выразительный объем и форму может помочь изменить губам, продукт, который прекрасно фиксирует опущенные углы рта, продукт, который является продуктом выбора для коррекции деформационно-гравитационного птоза, продукт, который прекрасно подойдет для заполнения кисетных морщин, для заполнения точечно-капельной области заломов после применения ботулотоксина. Принцесс-волюм может вводиться глубоко, может вводиться средне, и, как я уже сказала, он может вводиться достаточно поверхностно. Количество определяет результат. Поэтому выбор инструмента, выбор техники, и Принцесс-волюм прекрасно может быть один шприц, распределен на зону овала, коррекция губоподбородочной складки, добавление объема губ, объема скул, то есть волюмизация, акцентирование каких-то зон, и прекрасно может быть использовано в качестве продукта в межбромную зону. То есть как сделать выбор, коллеги, да, вот, а что же тогда, что же, филер или волюм? Значит, и там, и там 23 миллиграмма гиалуроновой кислоты. Немножко, вот, помните этапы, этапы, 5 этапов смарт-технологии, выстраивание молекул гиалуроновой кислоты, ретикуляция при помощи БДДЕ, образование поперечных связей, и третий этап, этап гомогенизации, оптимизация риска эластичных свойств. Вот у филера, технически этот этап, по времени длится дольше, и поэтому вот эта шивка между молекулами гиалуроновой кислоты, у филера она прочнее. Поэтому филер, он поструктурнее, он почетче, и когда вы выбираете, вы должны отталкиваться от запроса пациента. То есть пациент озвучил вам, что бы он хотел изменить в себе. То есть вы должны, делая выбор в пользу того продукта, филера или волюма, вы должны понимать, что вы будете делать. То есть вот картину вашего предстоящего, вашей предстоящей работы. Если пациент говорит, мне нравится носогубная складка, вы видите, что контур губ не такой четкий, есть кисетные морщины, объем недостаточно выразителен, можно использовать и филер, и волюм. Но более четкий контур губ позволит создать продукт филер, он более четкий, более структурный. Поэтому я для такого пациента бы выбрала филер. А если пациент говорит, мне не нравятся чуть-чуть опущенные углы рта, я хотел бы добавить объем губ, я хотел бы добавить, сделать контур почетче, но при осмотре я вижу, что контур сохранен, он есть, он достаточно выразителен еще, то есть мне не надо его создавать, мне надо добавить. Вот добавить, тогда это может быть волюм. То есть препарат и филер, и волюм. У них, знаете, вот в отличие от других линейок, поэтому я и сказала, что когда меня просят сравнить, на что похож, да не могу я сравнить, потому что и филер, и волюм это прекрасный инструмент, который позволяет мне работать на разных уровнях одним шприцом и корректировать не одну проблему, а несколько проблем. Коллеги, я вижу, что поступают вопросы в чат, давайте поступим следующим образом, я вот поделюсь с вами всей информацией, которой готовы сегодня поделиться, мы проведем практику, я просмотрю вопросы и обязательно постараюсь ответить на каждый из них, или мы вместе с вами будем какие-то, может быть, эти вопросы находить решение. Сейчас я не буду на них отвечать, я продолжаю нашу с вами экскурсию в Австрию. Почему принцесс – это выбор врача и пациента? Вы знаете, вот если бы вы задали этот вопрос мне, почему вы выбрали этот препарат? Вот мои пациенты знают, что для них я выбираю лучшее, для них я выбираю как для себя, им я предлагаю и делаю то, что я делаю себе. Вы знаете, я очень требовательно подхожу к выбору продукта. Безопасность, я повторюсь еще раз, безопасность и еще раз повторюсь, безопасность превыше всего. Ни одно стремление украсить себя не может быть помещено в одну плоскость с риском для здоровья. Поэтому если я выбираю продукт, ни один мой вопрос не должен остаться без ответа. И почему вот столько лет я с принцессом и не хочу что-то другое? Нет, я тестирую много продуктов, я работаю еще и с другими препаратами, но этот продукт позволяет мне давать настолько элегантную, качественную коррекцию, что пациенты, они это ценят, возвращаются, рекомендуют тебя. То есть это продукт, который позволяет дать результат, который доволен. Пациент остается доволен, и он видит этот результат. По характеристикам, наверное, еще раз повторюсь, что физиологичность, вот я сказала, 23 миллиграмма, 18 миллиграмм биоревитализант, это плюс-минус около 20 миллиграмм то, что вырабатывают наши фибробласты. Поэтому это комфортно, это не агрессивно. Еще раз, ни одно стремление украсть себя не может быть с риском для безопасности и здоровья пациента. Универсальность. Как я уже сказала, 1 миллилитр дает мне возможность немножко расставить акценты и изменить общее впечатление о внешности пациента. Эффект естественной коррекции. Ну, тут уж выбирайте сами. Еще раз, 4 преимущества смарт, которые дают нам возможность работать на разных уровнях. Последовательное гидросхматическое заполнение, суперпластичное распределение, система интеллекта, распознавание структуры межклеточного пространства, отсутствие контурирования. Кому-то это не понравится. Естественное заполнение, естественная волюмизация. Кто-то сделает выбор в пользу других препаратов. Но для меня это очень важное преимущество, то, что препарат позволяет получить результат, который меняет внешность пациента, но который не демонстрирует миру о том, что пациент получил услугу у косметолога. Высокая степень очистки. Вы помните, меньше разрешенного количества БДД в остатке у филлера и у волюма. Стабильность. За время производства препарата не вносились изменения в его состав и концентрацию. То есть вот была создана формула, и они настолько, знаете, внимательно, ответственно подходят к выпуску каждого продукта, каждой опции, что потом менять уже в пути ничего не приходится. Простота использования. Вы знаете, я однажды как-то пошутила на семинарах и сказала, что надо быть очень талантливым, чтобы навредить этим препаратам. Но все-таки есть умельца, но вот я считаю, что для старта, для начинающих специалистов вот эти все характеристики, о которых мы говорили, которые производители, создатели продукта наделили этот препарат, вот эта смарт-технология дает нам инструмент, который докторам с небольшим опытом работы позволит на этом пути совершить ошибки все равно будут, но меньше ошибок. Поэтому, но не только для начинающих. Для начинающих позволит совершить меньше ошибок, потому что очень пластично и очень деликатно распределяется в тканях. Как я уже сказала, я более 25 лет занимаюсь инъекционными методиками, и на сегодняшний момент для меня это, хоть я и не начинающая, но это препарат выбора. Почему принцесс выбор врача? Ну, наверное, я ответила вам уже от имени как бы вот и своего, и других врачей, что для меня важно, что производство фармацевтическое, фармацевтический контроль, качество. Сырье, которое используется для создания коллекции, это фармацевтическое качество, сертификации, соответственно, естественно, тоже. Ну, и такая вот, такой момент, как мы уже тоже поговорили с вами об этом, себестоимость. я имею возможность заработать больше, не взяв оплату, увеличив оплату за работу, а не вынуждая платить пациента за несколько препаратов, которые бы мне понадобились для удовлетворения всех его запросов. Губы, скулы, носогубка. Здесь я могу взять один препарат и взять большую сумму за работу и введение этого препарата. В любом другом случае мне потребуется несколько продуктов, два, три, и стоимость, окончательная стоимость услуги, естественно, от этого вырастает. Вот то, что мне хотелось рассказать, поделиться. Наверное, в заключении по коллекции «Принцесс» в заключении мне хотелось бы сказать следующее. С 2007 года в моей практике было лишь несколько случаев осложнения при работе с препаратом. Я не буду говорить, что их не было совсем. Нет, были. но связаны они были с несоблюдением рекомендаций пациентам. Нарушение правил асептики, антисептики, злоупотребление косметикой после инъекционного вмешательства, проблем непосредственно связанных с качеством продукта у меня не возникало. и я уверена, что при правильном выполнении процедуры, при соблюдении всех правил асептики и антисептики, при правильных рекомендациях, которые вы даете, при правильном техническом выполнении проблем не должно возникать. если у вас есть какие-то вопросы по препаратам принцесс филлер, принцесс волюм и по продукту для биоревитализации принцесс рич, мы с вами, я готова ответить на эти вопросы, готова обсудить их с вами чуть позже, а сейчас я с удовольствием поделюсь с вами очень долгожданными продуктами, которые мы ждали и продукты, которые невероятно дополняют тот эффект, который можно дать пациенту от инъекционных методик, плюс к инъекционным методикам, понимаете, коллеги, заполнить морщины волюмизировать, дать акцент, объем, но при этом в общем качество кожи лучше не становится, поэтому мы с вами сказали, биоревитализация, она невероятно важна, она необходима, но не всегда есть возможность у пациента делать поддерживающую терапию, и мне очень приятно, что компания Крома представила, выпустила продукцию, фармацевтическую линейку для косметического ухода, для домашнего использования. Препараты на основе высокомолекулярной и низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, препараты, которые, вот я их попробовала, я посмотрела, которые очень интересны, знаете, после, когда мы делаем инъекции, у меня пациенты спрашивают, паренью, гейна, как я буду выглядеть после процедуры, после процедуры будете страшно красивые, потом просто красивые. Вот использование этих средств, они позволяют снивелировать, да, то есть после инъекционной методики может быть небольшая гематома, или как бы небольшое покраснение, то есть в общем и целом впечатление такое вот, ну, как, после тропатичной процедуры. Продукты, которые представлены компанией, продукты для ухода дома, позволяют улучшить качество кожи, позволяют пролонгировать период распада, то есть увеличить нахождение филеров в тканях и, естественно, пациент более длительный период остается, знаете, под таким хорошим впечатлением от визита к вам на инъекции. Давайте знакомимся с этими продуктами. Линия по уходу за кожей, которая была создана для решения различных уходовых проблем на основе гиалуроновой кислоты без ароматизаторов, без парабенов, без силиконов, без масел. Продукт, который подходит для людей, которые не употребляют животные компоненты, продукт не тестировался на животных, это очень важно сейчас и актуально. здесь состав сбалансированная смесь гиалуроновой кислоты с высокой и низкой молекулярной массой, продукт, который восстанавливает, улучшает и дополняет свои собственные ресурсы гиалуроновой кислоты. 5 препаратов, о которых мы сейчас с вами подробно разберем. Первое это сыворотка для чувствительной и раздраженной кожи. Она успокаивает, увлажняет кожу, которая предрасположена к гиперреакциям, к ультрафиолету, к температурным перепадам, нагрузкам температурным, к химическим агрессивным воздействиям. То есть продукт разработан для чувствительной и деликатной кожи, для обезвоженной кожи. Базовая формула с гиалуроновой кислотой для глубокого увлажнения обогащена многофункциональными ингредиентами витамины, пептиды, которые корректируют покраснение, раздражение и укрепляют, улучшают структурный кожный барьер. Основные компоненты, которые входят в состав, это неоцинамид, депантенол, мадокосит и эктоин природного происхождения. Неоцинамид уменьшает покраснение, улучшает барьерную функцию рогового слоя и способствует гидротации, способствует увлажнению кожи. Депантенол всем вам хорошо известный, способствует увлажнению рогового слоя, уменьшает трансдермальную потерю влаги, задерживает воду и снимает симптомы раздражения за 3-4 недели. На самом деле вы знаете, что пантенол достаточно быстро справляется с проявлениями раздражения, достаточно нескольких применений и пациент ощущает уже, чувствует это комфортное впечатление от продукта на кожу, то есть раздражение снимается очень быстро. Модокосит повышает эластичность и упругость кожи, способствует увлажнению и уменьшает покраснение, то есть немножечко вызывает спазм сосудов. Эктаин повышает эластичность, увлажняет, успокаивает и выравнивает рельеф. Клинические как бы исследования, которые проводились до процедуры, сосудистый рисунок, покраснение и после процедуры, после четырех недель, то есть после курса использования этого продукта. Следующий препарат, препарат для сухой и обезвоженной кожи, скорее всего это мелкоморщинистый морфотип старения, сухая, дегидратированная кожа, которая как пергамент. Базовая формула с гиалолоновой кислотой обогащена неоцинамидом, пантенолом, алоэ вером, которые помогают успокоить и увлажнить кожу, в то время как увлажняющие сахара препятствуют испарению влаги. То есть здесь такой оптимальный баланс дополнительно низкомолекулярная и высокомолекулярная гиалолоновая кислота увлажняет, но еще и сахара, они препятствуют тому, чтобы то, что дали, чтобы оно не разрушалось, не уходило так быстро. состав неоцинамид уменьшает гиперемию, улучшает барьерную функцию рогового слоя и способствует гидротации ткани. Депантенол, мы с вами уже сказали, способствует гидротации, уменьшает трансфидермальную потерю влаги и снимает симптомы раздражения за 3-4 недели. Алоэ вера, всем хорошо нам известный продукт, который прекрасно успокаивает, уменьшает зуд, улучшает гидротацию ткани и прекрасно стимулирует регенерацию. Алоэ вера прекрасный регенерант, который мы использовали очень давно еще. Изомират сахарида укрепляет барьерную функцию, увлажняет до 72 часов и выравнивает рельеф. Вот здесь, знаете, такое мощное увлажнение за счет гиалуроновой кислоты и сахаридов. Я бы со своей стороны рекомендовала за несколько часов до сна использовать продукт, если вот это вечернее время, ну в принципе за несколько часов до сна, потому что дабы не получить гиперконцентрацию воды и отечность, поэтому вот эта достаточно мощная гидротация, здесь такая поправочка должна быть, что за несколько часов до сна. Треголозы также увлажняют кожу, защищают клеточную мембрану и поддерживают содержание влаги в эпидермисе. Клинические исследования до и после курса использования продукта. Следующий препарат это сыворотка, которая борется с возрастными изменениями. Это зрелая кожа, возрастная кожа, это тусклая кожа, кожа с морщинами. Знаете, я бы сказала к не хочу никого обидеть, кожа курильщика, наверное, вот так, потому что кто злоупотребляет никотином, у них никотин очень сильно разрушает собственную гиалуроновую кислоту, и, как правило, кожа атоничная, дегидратированная, сухая, и с выраженным рисунком мелкой сетки морщин. Вот это продукт для такой зрелой, возрастной, тусклой, дегидратированной кожи. Действующие компоненты, которые входят в состав, это витамин С, это антиоксидант, потому что очень важно в коррекции, скажем так, качества цвета, тусклости кожи включать в состав продукты, которые обладают мощным антиоксидантным действием, стимулируют индукцию коллагена и нейтрализуют воздействие активных форм кислорода. Антракцин стимулирует индукцию гиалуроновой кислоты, повышает барьерную функцию и значительно уменьшает видимость гусиных лапок. То есть вот этот как раз мелкоморщинистый измятый вот такой вот рисунок, этот продукт позволяет очень хорошо как бы визуально поддерживать и корректировать. Мадокасоид повышает эластичность и упругость кожи, способствует увлажнению и корректирует сосудистые изменения, корректирует покраснение. Экстракт семян фасоли мотыльковой стимулирует клеточное обновление, стимулирует индукцию коллагена, ну и соответственно индукция коллагена, неокологенез, глубина заломов естественно идет уменьшение видимости морщин, уменьшение глубины морщин. Клинические исследования до, после. Продукт для жирной комбинированной кожи, склонной к высыпаниям. Базовая формула на основе гиалуроновой кислоты обогащена салициловой кислотой из растительных источников, морским экзополисахаридом из экстракта планктона и комплекс цинка и неоцинамид. Основные действующие компоненты это неоцинамид, это уменьшение гиперемии, улучшает барьерную функцию рогового слоя, способствует увлажнению кожи, экстракт листьев гаультерии лежачий, способствует удалению от омертвеевших клеток, то есть улучшает эксфолиацию, удаление клеток, которые уже как балласт препятствуют проникновению средств по уходу, оказывает кератоналитическое действие и очищает поры, устраняет избыток кожного сала, то есть такой клининг на поверхности жирной пористой кожи. Экстракт планктона стимулирует обновление рогового слоя, восстанавливает физиологический барьер кожи, разглаживает и смягчает, препятствует росту бактерий, то есть такое очень деликатное, но антибактериальное действие, которое не агрессивно не высушивает, а очень деликатно регулирует секрет сальных желез, ну и стимулирует индукцию гиалуроновой кислоты, что тоже очень приятно. И противомикробное действие улучшает состояние кожи, то есть цинк оказывает достаточно выраженный такой эффект заживления. Исследование жирная кожа до процедуры и курс после процедур. сыворотки можно использовать как самостоятельные продукты, использовать как комбинации в паре с привычными продуктами по уходу, которыми пользуются пациенты. Это очень приятно, потому что я не люблю предложения, когда надо отказаться от того, что мне комфортно, мне знакомо и перейти на другое. То есть эти продукты, эти пять позиций, которые мы с вами разобрали для чувствительной кожи, кожи с покраснениями, для жирной кожи, для зрелой кожи, продукт, который мы с вами еще сейчас разберем, отдельный продукт для глаз, можно использовать как самостоятельно, как единичный уходовый продукт, так и в комбинации с обычными препаратами по уходу, которые пациент использует дома. Сыворотка для орбитальной зоны, сыворотка, которая разработана для борьбы с отеками вокруг глаз, сыворотка, которая позволяет укрепить, улучшить состояние кожи верхнего и нижнего века и визуально изменить вот это впечатление припухлости, вот это впечатление отеков вокруг глаз. Подходит для кожи верхнего и нижнего века, которые предрасположены к отекам, но и для кожи с признаками усталости. Гисперидин улучшает кровообращение, выравнивает тон в этой зоне, орбитальной зоне. Коллеги, очень важно визуальное впечатление, очень частое обращение пациентов к нам, уберите эти темные круги под глазами. Вот этот продукт очень деликатно, да, если это сосудистая проблема, если это наследственная история, ну, избавиться от нее невозможно никогда, но визуально изменить впечатление, улучшить и несколько осветлить вот это восприятие зоны орбиты, эта сыворотка прекрасно нам помогает. Поэтому вот гисперидин, он улучшает кровообращение, выравнивает тон, уменьшает интенсивность, я не сказала бы, темные круги, не устраняет, но уменьшает интенсивность вот этого оттенка верхнего и нижнего века и борется с отечностью, то есть такое немножечко восстановление гидробаланса зоны. Депантенол, увлажнение рогового слоя, уменьшает трансфетендермальную потерю влаги и снимает симптомы раздражения. Антракцин стимулирует индукцию гиалуроновой кислоты, эластина повышает барьерную функцию кожи, значительно уменьшает видимость гусиных лапок. Экстракт коры ясеня уменьшает отечность кожи вокруг глаз, уменьшает интенсивность оттенка темные круги под глазами, корректирует, нивелирует световосприятие этой зоны и повышает тонус кожи вокруг глаз. На самом деле продуктов, которые действительно работают в области верхнего и нижнего века, достойных продуктов, достойных предложений не так много, поэтому я бы очень рекомендовала вам присмотреться к сывороткам и вот конкретно к этой сыворотке для области век, потому что прежде всего, когда мы смотрим друг на друга, мы обращаем внимание именно на эту зону, зону орбиты, поэтому для меня эта зона это как барометр старения и очень приятно, что компания Крома побеспокоилась вот о этой деликатной зоне и был создан вот этот очень интересный продукт использования клиническое исследование до и клиническое исследование после и еще одна очень интересная новинка от компании Крома кто бы мне сказал некоторое время назад что я буду восхищаться я буду восхищаться я буду говорить за безинъекционную биоревитализацию вот никогда бы не поверила вы знаете потому что когда ты берешь шприц ты знаешь его состав ты правильно выполняешь ты рассчитываешь на результат поэтому когда вот но не доверять компании с которой я уже сотрудничаю столько лет и продукты которых я люблю столько лет и которыми я довольна оснований у меня не было и когда я увидела безинъекционная биоревитализация жидкая маска гиалуроновой кислоты ну немножко знаете так вот чуть-чуть смутилась но недоверия не было у меня а когда попробовала вот вы знаете да не заменит она инъекционную биоревитализацию но поддержит и даст коже дополнительный ресурс это совершенно точно продукт который представлен для это высокомолекулярная гиалуроновая кислота фармацевтическая то есть это не гиалуронка для космецептики это фармацевтическая кромовская гиалуронка которая разработана которая которая используется и для термологии для ортопедии для инъекционных продуктов но вот создали формулу которая позволяет проникать гиалуроновой кислоте через трансдермальный барьер и действительно оказывать очень выраженный эффект увлажнения очень знаете приятная упаковка приятная интересная такая вот изюминка продукт упакован в шприц пациент чувствует себя они иногда любят себя почувствовать на нашем месте да чувствуют себя дома используя это препарат что он косметолог продукт наносится на очищенную кожу и зоны применения они также разнообразны это может быть лицо веки шея декольте один продукт он размещен как бы одна доза продукта она размещена вот в одном шприце наносится на очищенную кожу достаточно высоко концентрированный продукт поэтому 15-20 минут экспозиция дальше смыть прохладной водой нанести средства по уходу вы знаете в дальнейшем я обещала вам поделиться всякими информацией от производителей всякими секретиками на самом деле можно достаточно более продолжительный период чтобы продукт находился на ткани если это не гиперчувствительная кожа то есть пациент должен ориентироваться по состоянию как бы как кожа реагирует на гиалуроновую кислоту итак коллеги мы с вами разобрали продукты повторили информацию о продуктах которые дала нам компания крома в 2007 году это продукты принцесс филлер принцесс волюм продукт для биоревитализации принцесс рич продукты которые позволяют получить максимально естественный результат которые позволяют деликатно скорректировать проблемы пациента которые позволяют своей универсальностью решать много задач за один визит и с огромным удовольствием я представила вам коллекцию дополнительных средств фармакологических средств фармацевтических средств компании крома по уходу средства которые позволяют нам пролонгировать эффект от инъекционного от инъекционных продуктов я думаю что мы с вами прервемся сейчас но очень ненадолго на 5-7 минут следующая наша часть это практику и немножко в этот раз я решила отойти от стандартных как бы вариантов мне захотелось дать вам нечто больше информационного видеоряда и мы подготовили с коллегами для вас ролики у нас сегодня будет видеопрактику мне бы очень хотелось получить от вас обратную связь что вам будет более как бы ближе наши стандартные когда я в процедурном кабинете вот офлайн делала процедуру и вы смотрели либо вот эта макросъемка которую мы сейчас предложим вашему вниманию мне хотелось чтобы вы посмотрели я буду комментировать все свои действия то есть я не отвлекаюсь на работу вы смотрите видео и слушаете комментарии если вам это будет комфортно и вам это понравится мы будем использовать это в своей практике дальше и я вижу что вопросов достаточно много я сейчас перерыв постараюсь просмотреть и след третья часть у нас будет мы будем с вами разбирать отвечает я буду отвечать на ваши вопросы далеко надолго не отлучайтесь 5-7 минут давайте на чашку кофе и будет видео мы продолжаем коллеги я надеюсь что наша техническая маленькая ситуация разрешилась вы меня видите и слышите итак принцесс рич продукт паспорт вкладыш в блистер и стикер с характеристиками на обратной стороне упаковки повышение тонуса торгоэластичности повышение уровня гидротации кожи глубокая пролонгированная биоревитализация 1 миллилитр объем шприце 18 миллиграмм гиалуроновая кислота смоляльность 300 плюс добавлен глицерол который дополнительно удерживает влагу вот такой препарат достаточно гидрофильный зоны введения препарата лоб орбита средняя треть и нижняя треть лица пациент до процедуры макросъемка зон которые будем сейчас корректировать угол введения 25-35 градусов игла вводится на срез глубина 2-3 миллиметра подача препарата статично формируется болюс следующий вкол это зона лба здесь обычные микропапулы расстояние между вколами где-то полтора два сантиметра допустима небольшая потеря препарата чтобы не было продукт потери продукта выполняйте технически правильно инъекции вкол подача препарата убрать давление на поршень и вывести иглу то есть пять этапов ввели иглу под углом 25-30 градусов подаете чуть-чуть натянули кожу подаете статично препарат сформировали папулу убираете давление на поршень опускаете иглу извлекаете иглу глубина 2-3 миллиметра микропапульно расстояние область лба полтора два сантиметра папулы должны контурироваться фибробласты располагаются в дырме а биоревитализация это стимуляция пролиферативной активности фибробластов поэтому правильно подача препарата это уровень дерма 2-3 миллиметра микропапульно вкол натяжение ткани подача продукта выведение иглы область верхнего века точечно капельно непапульно обращаю ваше внимание коллеги очень часто ошибки когда неправильно используют препараты неправильно выбирают техники зоны верхнего и нижнего века подача препарата точечно капельно вы видите не контурируется продукт достаточно близко можно проходить ткани прорабатывать ткани зоны нижнего века мы заходим за костный край орбиты это допустимо но еще раз обращаю ваше внимание обратите внимание на технику точечно капельная техника подача микродозы препарата биоревитализант принцесс рич перед процедурой не было нанесено обезболивание не было анестезии поэтому достаточно видите гиперемии нет все спокойно нижняя треть лица нижняя треть лица здесь макропапулы те же пять этапов мы вводим иглу на глубину 2-3 миллиметра натягиваем немножко кожу подаем препарат статично убираем давление на поршень и извлекаем иглу макропапулы расстояние между вколами 2-2 с половиной сантиметра прорабатываем всю область биоревитализация стимуляция пролиферативной активности фибробластов наша задача равномерно распределить препарат равномерно вести продукт в дерму на глубину 2-3 миллиметра не имеет никакого смысла вводить препарат глубоко там не располагаются фибробластов поэтому папулы должны быть они должны контурироваться очень важно предупредить пациента что мы не проводим мероприятия которые способствовали более быстрому рассасыванию папул и скорость рассасывания папул как раз это индикация наполнения насыщения кожи гиалуроновой кислотой последовательно зону лба мы проработали микропапульно вы видите размеры небольшие расстояние было полтора два сантиметра зона верхнего и нижнего века это точечно-капельная техника и нижняя и средняя треть это макропапулы немножко на макросъемке они прям такие очень выразительные принц рич 18 миллиграмм гиалуроновая кислота плюс глицерол который дает дополнительную гидростабилизацию зоны коллеги напоминаю вам о приятной опции которые у вас есть сегодня всем участникам нашего сегодняшнего вебинара кодовое слово весна дает дополнительную скидку на новую коллекцию от компании кромотоуходовые продукты и на продукты контурной пластики область шеи обычные папулы микропапулы такие же как мы выполняли в области лба не принципиально куда срез иглы вверх или вниз принципиально глубина 2-3 миллиметра до наполнения расстояние между вколами полтора-два сантиметра ваша задача проработать всю зону поверхности я жду от вас обратной связи удобно ли вам вот в таком формате материал получать или все-таки в формате процедурного кабинета мне очень важно чтобы максимально информативно для вас была практическая вот эта часть итак биоревитализация одного миллилитра должно хватать чтобы проколоть лицо и частично шею продукт может использоваться в зоне декольте 2-3 миллиметра глубина небольшое натяжение ткани после вкола формируем папулу убираем давление на поршень и извлекаем иглу пациент после процедуры это сразу после процедуры такой страшно красивые все зоны которые мы проработали и результат через 10 дней следующий наш препарат который мы с вами посмотрим еще раз коллекция принцесс рич филер волюм два продукта с ледокаидом принцесс филер обязательный паспорт инъекционный паспорт вкладыш он находится в коробке препаратом блистер с продуктом блистере две иглы которые входят в комплект по составу по объему 1 миллилитр гиалуроновой кислоты по составу по концентрации 23 миллиграмма артикулирующий агент бдд вот такой однородный гомогенный супер пластичный гель зоны которые мы будем корректировать межбровные гусиные лапки орбитальная зона и контур губы видите кисет небольшой опущенный угол рта поэтому продукт выбора в данном случае был филер один из вариантов применения очень поверхностная техника точечно-капельное заполнение морщин межбровная складка продукт не должен контурироваться это ретикулированная гиалуроновая кислота мы говорили с вами сегодня об этой уникальной возможности смарт-технологии работать одним продуктом решать несколько задач работать с этим продуктом на совершенно разных уровнях вот это яркая тому демонстрация когда мы неприлично поверхностно вводим стабилизированную гиалуроновую кислоту мы вводим принцесс филлер для заполнения морщин в межбровной области очень деликатная зона гусиные лапки препарат должен рассчитать необходимо количество минимум минимум он не должен контурироваться как биоревитализанты ни в коем случае он должен заполнить дно морщины и капля с каплей стягиваются гиалуроновая кислота и заполняют глубину поднимают уровень морщины поэтому очень аккуратно очень деликатно контролируем количество вы видите вкол за вколом это не быстро это очень требует внимания требует сосредоточенности требует деликатности но вот эта техника позволяет решить задачу вот этой зоны у пациентов у которой не чувствительны к ботулотоксину у которой не приемлят этот продукт для себя проблема в общем-то для них достаточно выраженная актуальна поэтому аккуратно деликатно вы видите прям совсем даже не до конца на срез иглы точечно-капельная техника следующая демонстрация это использование инструмента конюля это укрепление средней щечной зоны первый этап это введение иглы скальпеля было я формировала туннель доступ второй этап я одела иглу конюлю насоединила со шприцом то есть поменяла инструменты то есть шприц тот же у меня продолжаю работать тем же продуктом принцесс филер я сделала доступ и ввожу конюлю аккуратно по направлению к внутреннему углу глаза глубоко фиксируем кожу вводим конюлю на всю длину и подаем препарат линейно-ретроградное здесь вот эта техника веерного армирования укрепления поверхностных подглазничного и медиального щечного компартмента позволяет гармонизировать объемы позволяет укрепить зону носогубного треугольника как бы это вот непонятно может быть не звучало на первый взгляд потому что мы фиксируем как бы локацию выше и предотвращаем формирование депрессии в зоне носогубного треугольника укрепляя вот эту вот щечно-орбитальную зону продукт подается линейно ретроград на конюле в данном случае использовано 27G тонкие вектора чем тоньше и чаще выкладывается продукт тем лучше фиксируется укрепляется зона вот здесь я перехожу немножко делаю акцент на скуловую часть чтобы сакцентировать немножко объем и как бы создать точку фиксации здесь вот я задала направление непосредственно крылу носа чтобы зафиксировать носогубную зону проверяю контролирую себя равномерно ли распределился препарат и в этом мне как бы в помощь как конюля спокойно продвигается в тканях и завершительный как бы этап тот же самый принцесс препарат я делаю контур губ моя задача и поэтому продукт выбора филлер сформировать создать укрепить зону кесета контур губ когда мы делаем срез иглы всегда вверх выкладываем линейно по всей длине иглы по белому валику мы формируем зону и чуть-чуть я прохожу еще кесетные морщины той же техникой что и межбромная зона была точечно капельная вы видите какое многообразие то есть мы скорректировали лоб мы скорректировали орбиту мы скорректировали губы вот это сразу после процедуры результат макросъемка это до это сразу после после введения небольшой посттравматический отек небольшая припухлость есть и это через 10 дней и еще один продукт принцесс волюм принцесс волюм который мы с вами разберем посмотрим я с удовольствием вам продемонстрирую итак рич филер волюм и два продукта с лидокаином инъекционный паспорт вкладыш который в коробке блистер с упаковкой и иглы принцесс волюм 1 мл 23 мг гиалуроновая кислота ретикулирующий агент бдд осмоляльность 291 обращаю ваше внимание на препарат я говорила вам что он мягче он пластичнее чем филер он не такой структурный зоны введения мы скорректируем губы мы скорректируем зону носогубного треугольника и средний третий лица и небольшое количество продукта будет введено по овалу первый этап формирования туннелей глаз кальпель я по ходу носогубной складки в зоне окончания носогубной складки это расстояние где-то 1 см от комиссуры я сформировала туннель и ввожу конюлю которую соединила с продуктом принцесс волюм по направлению к самой выступающей части по скуловой кости на всю длину подача препарата небольшое количество статично то есть конюля скрудуировка это позволяет мне корректировать контролировать где я нахожусь первый сантиметр подачи я дала статично препарат а дальше извлекая конюлю подаю препарат в динамике линейно-ретроградно эта техника позволяет скорректировать вот знаете такой синдром уставшего лица впечатление уставшего лица и непосредственно по носогубной складке то есть у нас получился такой вектор под прямым углом два вектора один к самовыступающей из одного доступа один вектор был к самовыступающей точке по скуловой кости несколько промежуточных тонких векторов и по носогубной складке проверяю контролирую насколько препарат занял межтканевое пространство извлекаю конюлю следующий этап вы видите как легко собирается складка по овалу губоподобородочная складка я ввожу иглу я поменяла инструменты я ввожу иглу тот же продукт принцесс волю ввожу иглу перпендикулярно к комиссуре и не извлекая иглы на развороте подаю препарат и равномерно распределяю его в тканях и оставшаяся часть препарата тот же принцесс волю я даю небольшую волюмизацию верхней и нижней губы вы видите свой объем губ он достаточно выразителен немножко был запрос немножко было желание немножко его чуть-чуть так вот дополнить после процедуры вот зона орбиты средней третьей зоны носогубной складки губы губоподбородочная зона овалу небольшая волюмизация небольшой отек после процедуры и результат через 10 дней мы закончили с вами коллеги я напоминаю вам кодовое слово весна небольшой перерыв и мы перейдем с вами к обсуждению вопросов коллеги мы готовы я готова продолжить я немножко так просмотрела вопросы постараюсь ответить честно откровенно да давайте тогда мы начнем их разбирать какие для вас направления эстетической медицины являются наиболее перспективными аппаратные инъекционные хирургические уходовые программы вы знаете но вообще каждый найдет свое да каждый делает свой выбор для меня в своей практике основная так сложилось уже за долгие годы работы основной сферой моих профессиональных интересов являются инъекционные методики и я считаю что инъекционные методики это вот золотой стандарт медицины но это сугубо мое личное мнение я это очень люблю это моя история я обожаю филеры на самом деле я за то чтобы быстро точно безопасно максимально эффективно чтобы пациент обращаясь ко мне получал результат не через длительное время а был доволен как как бы ну как как можно скорее пациент пришел со своим препаратом как ему отказать но вы правильно продолжили пациент пришел со своим препаратом вот одно это уже недопустимо это абсолютный нонсенс я считаю пациент не хотя наверное сейчас приходится со своими препаратами но это недопустимо знаете где пациент взял этот препарат где он его приобрел в каких условиях он хранился был у него в машине при температуре плюс 30 или он был у него на морозе при минус 25 вы несете ответственность за здоровье и жизнь пациента оказывая ему услугу и чтобы принимая вот эту ответственность на себя вы как бы выбираете продукты вы делаете назначение вы компания у которой вы приобретаете продукты несет ответственность за качество препарата а вы за техническое выполнение процедуры когда вы допускаете вот такое развитие сценария что вы оказываете услугу продуктам сомнительного качества вы понимаете какую на себя ответственность зону ответственности вы принимаете Я считаю, что это недопустимо, а как ему отказать максимально деликатно и мягко, но сказать, что вы отвечаете за конечный результат, но вы не можете брать на себя такую ответственность и гарантировать безопасное проведение процедуры. И не соответствует за здоровье пациента, вы не знаете, что в этой коробке, которую он держит в руках. Были ли в вашей практике случаи, что вы отказывали в оказании услуг? Были. Вы знаете, если... Так, сейчас, одну секунду, да. Если я понимала, что я не смогу оправдать ожидания пациента, что пациент требует от меня эффекта, как ждет от меня эффекта, от моих действий, как от пластического вмешательства, от пластической операции, рассчитывая при этом потратить немного средств и сделать один филер, понимаю, что ничего хорошего из этого в перспективе не получится. Поэтому, вы знаете, ничего страшного в этом нет. Мне совершенно несложно признаться пациенту, если я понимаю, что я некомпетентна, что я это не умею, что этому пациенту лучше сделать нитевой лифтинг, а я этого не делаю. Я объясню пациенту, что ему надо обратиться к специалисту, который сможет оказать услугу и оправдать его ожидания и выполнить его запрос. И ничего страшного, если это буду не я. Так, добрый день, если пациент пришел от другого врача к вам уже с переизбытком препарата, например, в губах, и хочет еще, как отговорить? Ну, смотрите, как отговорить, отказать, да, убедить, что это не надо. Но, смотрите, если пациент пришел к вам с переизбытком, переизбыток это на ваш взгляд, переизбыток препарата? Если он хочет еще, значит, с его точки зрения ему не хватает еще препарата. И, возможно, он уже обращался к тому врачу, который делал, и врач отказал, и пациент понял, что там уже нет вариантов получить услугу, и он пришел к вам. Ну, знаете, я не очень люблю ситуации, когда приходят пациенты с недоделанным, пациенты, которые имели опыт обращения, их результат не очень устроил. Вот в этом случае результат пациенту кажется недоволен, а вам он кажется как бы излишним уже. Поэтому здесь, знаете, либо деликатно, мягко все-таки посоветовать обратиться к специалисту, который должен завершить уже начатое дело, да, начатое коррекцию, сделать это, довести до тех объемов, которые бы устраивали пациента. Если пациенту ваше мнение не слышит, а вы транслируете, что это много, это уже небезопасно, это некрасиво, ну, вы знаете, ну, надо находить слова и уметь отказывать. Огромное. Добрый день, пациентка в положении беременности. Стоит ли брать, как правильно отказать? У нас сегодня с вами тема, как правильно отказать. Наверное, нужно сделать нам целый вебинар, встречу, которая будет посвящена, как не обидеть и отказать, да. Ну, вы понимаете, существуют противопоказания абсолютные, относительные для проведения инъекционных методик. Беременность и период лактации – это абсолютное противопоказание. И здесь аргументом для отказа является, в общем-то, состояние пациентки. То есть не должно у вас быть сомнений, брать или не брать. Какой пациент не настаивал, это категорически преступление просто. Это противопоказание абсолютное. Какой из этапов взаимодействия с пациентом вы считаете важным? Вы знаете, я считаю, что самый важный этап взаимодействия – это диалог. Это когда вы с пациентом слышите друг друга, вы понимаете, каковы эстетические видения пациента, каков его запрос, что он хочет, какой результат его бы удовлетворил, устроил. А это выясняется, на мой взгляд, не в процессе, когда вы уже услугу оказали, и тут выяснилось, что пациент ждал совсем другого. На мой взгляд, первичное общение, первичный диалог, если вот диалог случился, это уже большая такая надежда на долгосрочную перспективу. Потому что если вы видите вот в одном, да, цвете все, если вы говорите на одном языке, если вы понимаете, слышите друг друга, то вероятность того, что пациент будет удовлетворен вашей работой, она значительно выше. Но понять это можно правильно, выстроив вот первичную консультацию. Тратьте время, не бойтесь тратить время, особенно если пациента вы видите впервые в жизни, вы не знаете его. Уделите достаточно вниманию подробному сбору анамнеза. Анамнеза соматического, очень важно знать о статусе здоровья пациента. Анамнеза аллергологического. Не просто задать вопрос, есть у вас аллергия или нет, а если принимали ли вы хотя бы раз антигистаминные препараты, если да, то на что-то, чтобы выбрать оптимальный продукт. Анамнез эстетически, это очень важно. Вы видите впервые этого пациента, вы не знаете, был ли опыт или нет, был ли он удачный или нет, какие продукты подошли, какие разочаровали процедуры. Поэтому вот диалог, если он строится, если вы говорите, получаете информацию, то есть это очень важно, от вас обмен информационный, от вас пациент получает информацию в виде назначений и рекомендаций, но вы, в свою очередь, должны определенную информацию получить от пациента, чтобы сделать эти назначения правильными. Спасибо за отдельное обращение, следую, что вы следуете, спасибо за то, что я супер, мне очень приятно, и мне приятно, что вы следуете моему опыту уже 12 лет, моя коллега, бывшая ученица. Спасибо большое, мне очень приятно. Через какое время можно добавить препарат в одну зону? Смотрите, в принципе, если это тот же самый продукт, то никаких проблем нет. Если вы объективно считаете, не только пациент считает, что недостаточно объема, а вы считаете, что да, здесь можно провести еще коррекцию дополнительно, проблем нет. Лучше выбирать тот же продукт, который был введен ранее. В принципе, все биодеградируемые препараты сочетаются. Если у вас нет того продукта, который вводился ранее, но есть хорошая альтернатива, можно ввести и другой препарат. Но тут какой момент? В зависимости от того, сколько времени прошло с первоначального введения, вот этот факт нужно учитывать. То есть если от первого этапа коррекции, скажем так, прошло несколько недель, месяц-полтора, и пациент хочет добавить, проблем вообще никаких нет, то смело можете добавлять. А если прошло 4-5 месяцев, то есть ближе к половине срока нахождения филера в тканях, либо чуть меньше, добавляя через такое время, вы должны помнить и предупредить, детально рассказать пациенту о том, что вот то остаток от предыдущего введения, на который вы добавляете, вот первый этап рассосется через несколько месяцев. И останется только то, что вы ввели сегодня, вот по факту 7 апреля, да, предположим. Чтобы пациент был готов к ситуации, что через несколько месяцев он не будет так красив и привлекательный, и объем не будет вот таким, потому что уйдет вот та часть, которая была введена ранее. Поэтому если проходит немного времени от предыдущей коррекции, либо если пациент дает свое согласие на то, что он готов, вот ему надо сейчас идеально выглядеть, тогда вы можете вводить, в общем-то, препарат в эту зону. Так, сейчас я попробую, у меня, наверное, опять... Так, уточните, пожалуйста, принцесс-филер можно использовать по технике бланширования лба. Да, контролируйте количество препарата, это сила давления на поршень, да, техника бланширования, она такая очень деликатная, конечно, зависит от глубины залома, если это тонкая кожа, я бы, вот, наверное, бы, вот, ну, очень-очень аккуратно бы делала, если это толстая, плотная кожа и залом выражен, то, конечно, этот принцесс-филер можно использовать в этой технике, в этой зоне, вот, на тонкой коже аккуратно посмотреть, чтобы не было контурирования. Какой-то... на волюм конюля какой-то... 27-я вопрос по демонстрации, принцесс-волюм, там инструмент конюля была использована, и тоже 27-я. Он даже несколько пластичнее, мягче, чем филер, поэтому выбор инструмента, размер конюля, он зависит от состояния тканей даже больше, а не продукта. Если толстая, плотная, пористая кожа, если постакнер-эрупции, если анамнез достаточно такой богатый, да, чтобы было много введений различных препаратов, то есть есть вероятность фиброза, тогда конюля надо брать большего размера, 25, либо, может быть, даже 22, а если все достаточно спокойно, то вполне можно брать и 27-ю конюлю. Я вижу, что вопросов больше нет. Я надеюсь, коллеги, что сегодня вы провели время с пользой для себя. Я очень хотела бы, чтобы мой опыт, мои впечатления, мои какие-то подсказки для вас, мои авторские методики, которые вы посмотрели использование продуктов, были вам полезны, помогли бы вам пополнить ваше портфолио прайс-листа, помогли бы вам что-то предложить новое вашим постоянным пациентам, привлекли бы к вам новых клиентов. Это прекрасно, когда можно использовать опыт специалистов, и прекрасно, что у нас такая возможность, вот диалога, она с вами есть. И я желаю всем в наши непростые времена тепла, позитива, здоровья и весны. А вы помните, слово «весна» для нас с вами, участников сегодняшнего вебинара, гостей компании «Корнеаль» – это ключик получить дополнительную скидку на продукты, которые мы сегодня с вами разобрали. Я прощаюсь с вами. Я надеюсь, что мы увидимся в самое ближайшее время. Всех благ! Субтитры создавал DimaTorzok